Здравствуйте! Вы смотрите программу «Смотрите, кто пришел» и наш сегодняшний гость, главный режиссер Гродненского драматического театра Геннадий Владимирович Мушперт. Геннадий Владимирович, здравствуйте! В нашем городе 22-й раз проходит фестиваль «Славянские театральные встречи». Вы также принимаете в нем участие. Мы очень рады. Вы не были у нас 11 лет, надо сказать. И сегодня вы представите на суд зрителя классическую постановку Островского «На всякого мудреца. Довольно простоты». Расскажите, пожалуйста, чем руководствовались при выборе все-таки такого классического произведения? Потому что надо сказать, что он успешно идет уже 15 лет в театре МХТ Чехова под управлением Олега Табакова. Это одна из его любимых постановок. И вот после такой высокой планки не рискуете ли вы получить, может быть, какие-то рецензии, не столь хорошие, как после Табаковского спектакля? Да, ничем мы не рискуем. Потому что идея этой постановки возникла после того, как я посмотрел видеозапись спектакля Табакова. И мне показалось, что это все неправильно. Надо сделать совсем по-другому. Но мне действительно не хватало содержательной части в постановке Олега Павловича. Мне показалось, что спектакль бессмысленный, а пристально разглядев пьесу, я увидел, что она, ну понятно, все говорят, это актуально, но она по-настоящему актуальна, потому что все начинается с того, что одному молодому человеку стало стыдно жить на мамину пенсию. Вот это поймут все, большинство молодых людей. Да, и дальше, вот с этим-то вопросом, на что ты способен, чтобы не жить на мамину пенсию, вот и вопрос. А если ты способен на все, то ты пропал. Вот мы подходили именно так, вот по-житейски к этой истории, тем более, что театр не музей. Театр не музей. В театре надо не так, как было когда-то, а так, как может быть сейчас. То есть, что вы имеете в виду, поясните, пожалуйста. То есть вы хотите сказать, что театр нужно адаптировать к современным реалиям, в том числе это касается и постановок, и репертуара? Да не то, что нужно адаптировать. Просто все, что не делает театр, он говорит про сегодняшний день, что бы он ни ставил. Это древнегреческая трагедия, это все равно будет про сегодняшний день. Ну поэтому, конечно, классическая пьеса и постановка Островского, конечно, актуальна действительно и на сегодняшний день. Если бы я была старуха, о чем бы вы меня попросили? Конечно, если бы вы были. Но ведь вы не старуха, она против почени. Женщина, Господи, да вы меня ловите. Вы все равно, все равно не говорите, говорите. Нет, нет, не все равно. Вот я, к примеру, знаю, что вам стоит сказать только одно слово, и у меня будет очень хорошее место. Если взять, например, постановку Олега Табакова и ваша, в чем принципиальное различие, раз мы уже об этом заговорили? В трактовке главного героя мы его видим и представляем как очень талантливого человека. Он у нас просто... Там мы добавили в текст пьесы знаменитые русские эпиграммы, как будто это он все сочинил. Самые знаменитые русские эпиграммы. И вот он... По сути, это история про молодого писателя-сатирика, потому что Глумов писатель-сатирик. Он так себя понимает и так себя видит в будущем. Вот, ну вот, вот эти приключения. А в постановке, по-моему, я не помню, не знаю, Мхата это или Табакерка, ну, от Олега Павловича. Ну, по крайней мере, сейчас он найдет в Мхате. Кто должен сыграть эту роль? И вы никогда не ошибаетесь или все-таки можете даже в процессе поменять актеров, если вам что-то не нравится? У нас в Гродно здание и зал очень большие, а трупа совсем небольшая. Так что никаких вопросов, кто у меня будет играть, ту или иную роль не возникает. У нас есть 11 мужчин в театре, и, в общем-то, особенно не разбежишься. Но, конечно, я слежу за тем, чтобы не брать к постановке то, что они не способны сыграть. А они оказали способны, и, по-моему, главная роль, и роли стариков, которые играют молодые люди у нас. Это намеренно сделано? Двух стариков? Да. Ну, во-первых, у нас нету в трупе такого возраста актеров. А во-вторых, мне кажется, что когда молодой играет, не молодого, это уже искусство. Я слышал, вы не любите родственников, вы не беспокойтесь. Мы, может быть, с вами так же на веке, как и врезы, я не посмею явиться к вам без вашего приказания, если я доволен для того, что я вас видел. Ты расслабился беседанного человека. Вот так. И заходи. Заходи, когда тебе нужно о чем-нибудь посоветовать. Расскажите, пожалуйста, вообще о вашем репертуаре, репертуаре вашего театра. На что делаете основной акцент? Ну, вы знаете, у нас в репертуаре и одно, и другое, и третье есть. Как теперь же принято называть ситуацию, репертуарный театр как слоеный пирог. Обязательно должна быть комедия? Обязательно. Обязательно должна быть кассовая комедия. Обязательно должна быть спектакль для молодежи, обязательно для детей. У нас нету тюза в городе, так что. Ну, мы игра... Ну, как-то так складывается. Это же из моих личных предпочтений складывается репертуар. Что, как правило, это западная драматургия. Западная. Все-таки западная, да? Да. Ну, и мы ничего не можем с этим сделать, потому что Гродно находится на самом-самом западе Белоруссии. То есть, два шага и уже Польша. Не то, что мы там... Ну, скажем так, когда вы продумываете постановки, репертуар, когда складывается, вы ориентируетесь на вкус зрителя, прежде всего, на кассовость или на что-то другое? Я ориентируюсь на то, чтобы мне было интересно. Ну, скажите, да, перечислите, пожалуйста, какие это постановки, какие спектакли идут в вашем театре? Ну, у нас, например, идет спектакль... Вот последняя премьера, это была пьеса Джона Байтона «Пристли», знаменитого, да, классика английской драматургии. А пьесу-то никто никогда не ставили. Вот я даже... Интернет не может ответить, когда ее ставили, где бы то ни было. Она называется «Золотое руно». Это тоже ваша постановка, ваша режиссерская работа. Моя, да. Сейчас приглашенный режиссер... У нас... Хочу... Хочу... Вот, уточнить. У нас театр двуязычный. Понятно. Мы играем и по-белорусски, и по-русски. И актеры абсолютно свободно владеют и тем, и другим языком. Вот сейчас у нас репетирует приглашенный режиссер из Минска литовскую пьесу, которая называется «Клеменс». Это такая народная притча. Вот это будет в репертуаре. Понятно. Ну... Скажите, пожалуйста, о своих постановках. Вот сколько их у вас. И вообще, давайте начнем с того, о вашей какой-то биографии нужно поговорить. Как давно вы работаете, во-первых, в Гродненском театре? Я так понимаю, что у вас, наверное, длинный послужной список. Ну, знаете, я бы не хотел рассказать свою биографию, никому это неинтересно. Да, как все, учился родом из Минска, из Белоруссии, учился на артиста, получил образование в Ленинграде еще тогда. Потом переучился на режиссера в Минске и с тех пор работал в разных-разных театрах. И России, и Латвии, и Польши, еще каких стран. Ну вот, Россия, и Латвии, и Польши. Кто оказал наибольшее влияние на вашу творческую деятельность? Учителя, конечно. Да, знаю Карагодский, Лев Додин. Конечно, это учителя, естественно. Как проходит работа вообще над постановками? То есть вы руководствуетесь собственным выбором. Как находите произведение? То есть ждете, когда вот это вот вдохновение придет, или когда вот что-то зажжется внутри, что именно это я хочу поставить? Или вы уже знаете заранее и думаете только, как это сделать? Сначала надо пьесу найти, надо ее прочесть. Слава Богу, есть интернет, и все можно узнать и достать. И нет такого сумасшествия, как раньше, когда нужно было ездить по другим городам и отыскивать в библиотеках. Ну, просто надо много пьес читать, чтобы с репертуаром был порядок. Ну, что непосредственно окончательно влияет на выбор того или иного произведения? Зрительный зал, конечно. Все-таки зрительный зал. Конечно, я считаю, что мы должны добиваться отклика в зрительном зале, отклика, сочувствия, сопереживания, сочувствия. Вот что делает театр. Он добивается сочувствия. Он добивается таким образом уважения к себе. И когда мы ставим комедию, мы все равно тщательно разглядываем содержательную сторону этого произведения, потому что мы разговариваем с людьми, как с гостями в своем доме. Вот когда ко мне приходят гости, я все равно думаю, чем я их угощу, и какой анекдот я им расскажу. Чтобы он был не пошлый, чтобы он был смешной, чтобы он был умный. И то же самое. Но всегда ли вы можете предвидеть реакцию публики? Ну, с опытом могу. Не всегда, но могу. Скажите, пожалуйста, как все-таки зрители, какие рецензии они дают о спектакле, который вы покажете сегодня в нашем театре? Ну, я не знаю. Во-первых, зритель рознь. Я думаю, что в Брянске чем-то отличаются зрители. Ну, посмотрим. Я не знаю. Я даже не могу себе предположить. А может быть, мы вообще не попадем в точку ожиданий. Вот вы знаете, буквально накануне к нам приходили художественный руководитель и заведующий литературной частью Тульского театра, и они сказали такую мысль, что в каждом театре своя публика, и как бы воспитывается она определенным театром. И она настолько разнится, что я была удивлена, что казалось бы, они ездят с гастролями по России, и везде разная реакция. Вот от чего так складывается? Ведь вроде бы все славянские народы. И как это объяснить, на ваш взгляд? Не знаю. Я не думаю, что так. У нас маленький город, понимаете? И у нас театр такой свой, свой, семейный. Нас знают почти все. Расскажите, пожалуйста, как давно вообще сформировался у вас театр, был образован? А ему уже больше 60 лет. Он образован сразу после войны. А раньше это была Польша, а до войны это была Польша, и там был, естественно, польский театр. Понятно. Еще такое, хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы относитесь к антропризному театру? Считаете ли его коммерческим? И вообще есть ли такая тенденция, что сейчас театр немного вот в коммерческое русло и потихонечку переходит? Хорошо это или плохо, и ваша точка зрения. Нет большего позора, чем полупустой зал. Знаете, полупустой зал нельзя оправдать ничем. Тем, что люди не хотят, а мы настаиваем. Ну, значит, неправильно настаиваете, если они не бегут к вам. Антрепризы, да все было бы замечательно. И случаются, правда, очень редко хорошие антрепризные группы. Но, как правило, дело же не в том, что они это делают ради заработка. Театр не живет без заработка, любой. Просто они начинают халтурить. Просто видно, приезжает... Какое-то медийное лицо. Да, все стабильно. Известный артист в центре, минимум декораций. И большой кассовый сбор. И публика идет исключительно на этого знаменитого артиста. Или актрису. Что меня глубоко возмущает. Потому что я-то считаю, что... Мы-то спектакль вынашиваем и выдумываем. И тратим на него много энергии, выдумки и нервов. И мы выигрываем вообще-то в антреприз. Это, наверное, провинциальное явление. Ах, известное лицо из телевизора. Надо заплатить сумасшедшие деньги. Ну, раз в пять дороже у этих антреприз, чем... Конечно, да. Цена билета. Цена билета. И все бегут. И полный зал. И уходят разочарованно, но не признаются в себе. Потому что кучу денег потрастили. И говорят, нет, хорошо. Все-таки хорошо. Ну, как вы считаете, нужно ли потакать тогда вкусом зрителей, публики? Или воспитывать? Этот вопрос каждый решает сам. И тут никаких не может быть рецептов. Я вам еще раз... Это один из моих вчителей. Вот Лев Абрамович Додин, он так говорил. Нас не интересует успех. Это вот про свой знаменитый театр Европы, он так говорит. Нас не интересует... Журналист спрашивает. Вот вы надеете на успех? Он говорит, успех нас не интересует. А что вас интересует? Нас интересует отклик. И сочувствие. И сопереживание. Вот я думаю, что это все-таки важнее, находим мы или нет. Другой раз театру кажется, что вот-вот-вот мы говорим о таких важных вещах, которые... Ну, а в зрительном зале люди зевают. Ну, значит, надо... Значит, надо внимательнее жить. Смотреть вокруг. Иметь собственную позицию. Скажите, вы пересматриваете свое отношение к собственным работам спустя какое-то время? Есть ли такое, что сначала спектакль поставлен, прошел с успехом? Спустя какое-то время вы понимаете, что допустили ряд ошибок и пытаетесь их изменить? Или как сделано, так сделано. Обратной дороги нет. Я не помню, чтобы я что-то переделывал. Естественным образом, в начале сезона, после отпуска, мы стараемся порепетировать текущий репертуар. То есть собраться без зрителя и пройти спектакль. Ну, вот там какие-то коррективы, наверное, возникают. А может быть, просто я настаиваю на том, чтобы играли так, как было уговорено. А не так, как уже расшаталось. Ну, перечистите, пожалуйста, режиссером, каких спектаклей вы выступили? Ой. Сколько всего спектаклей поставили? Ну, я не считал. Ну, я думаю, что если я работал в пяти городах за свою жизнь, то я думаю, что по 20 спектаклей в каждом городе я поставил. То есть это 20 на 5, 100 спектаклей? Ну, около того. Ну, это очень много. Да, да, да. Мой учитель, мой учитель Зиновий Карагузский говорил, не смотри, не набей руку. Смотри, это очень опасно. Какие свои постановки считаете самыми успешными? Вот, когда мы приезжаем в Брянск, нам сразу говорят, да, 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 вот помним, помню рок-концерт с Григорием Гориным. У нас был такой абсолютно эксклюзивный спектакль, больше нигде не было такого, я сам придумал, инсценировал Горина. И еще я помню, что у нас здесь очень хорошо прошел «Король дам валет» по Набокову. Вот я помню, что мы как-то пошевелили брянскую публику тогда, лет 11 назад. Что самое сложное в работе режиссера? Я считаю, что совесть надо иметь. Да, потому что бессовестность спектакля – это очень частое явление. Видишь, что это сделано абсолютно беспардонно. Ни туда не вложено ничего, ни души, ни волнения, ни пристрастий, ни мировоззрения, да, а это сделано так, холодно-ремесленно. Это неправильно. Что для вас является наивысшим признанием? Ваша собственная оценка? Мнение зрителей, критиков или что-то иное? Вы знаете, от критиков уже много лет не слышал ничего толкового. Ну, так сложилось. Я не знаю, почему. Плохо делалось в этой профессии последние годы нового века. Что важно, я когда ставлю, я думаю, а вот люди моего круга, там, мои друзья, допустим, ну, мои друзья, да, они скажут глупо, и мне очень страшно, что мои друзья скажут, что глупо. Вот, да, чтобы друзья не сказали, что глупо. Вот, вот какой критерий. То есть, все-таки вы больше ориентируетесь на мнение близких вам людей, а не на мнение публики. На мнение людей моего круга. Да? Да, потому что у публики-то мнение, на самом деле у нее мнения-то и нет, вот, у этого огольно взятого зала. И вот я помню, что когда-то режиссеры проводили такую работу. Что бы вы хотели у нас посмотреть, вот, что нам поставить? И выяснялось, что зритель не знает, что он хочет посмотреть. Он хочет, он хочет, чтобы его взяли за сердце или рассмешили. А чем? Если бы он знал, что он хочет посмотреть, он бы сам сыграл и поставил зрителя. Вот, так что ориентироваться на... Надо заставить, чтобы люди смотрели, сделать так, чтобы люди смотрели и сказали, ага, вот в театре, оказывается, работают не пустые люди, не придурки и не бессовестные. Вот это такая цель. Все самое лучшее уже вами поставлено или еще впереди? Я довольно долго работаю режиссером драматического театра, и иногда мне кажется, что какие-то холостые обороты уже начинают проскальзывать. Вполне может быть, но поживем, увидим. На чем сейчас? Это не про актер... У нас в Минске была знаменитая актриса, Тифания Михайловна Станюта. Она до 90 лет играла в театре. И она была очень знаменитой, ее знала вся Беларусь. И однажды она на встречу со студентами пришла, поговорила с ними. Глубокая старушка уже. И вдруг девочка говорит, ну, Стефания Михайловна, все-таки что нужно, чтобы быть актрисой? Она ей сказала, деточка, треба жить долго. И это правильно. Я думаю, что надо долго жить, и, может быть, тогда что-нибудь еще новое появится. Какое у вас кредо по жизни, ваш девиз? Не знаю, не формулирую никогда. Честное слово, не формулирую. Ну, может быть, вот то, что я уже сказал, совесть надо иметь. Ну, что ж, Геннадий Владимирович, большое спасибо, что сегодня пришли. Очень интересно было с вами побеседовать. Я желаю вам творческой и неиссякаемой энергии, успехов и всего самого доброго. И вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok